Слава Иисусу Христу! Слава Богу Святому! Друзья, продолжаем тему экклезиологии, учения церкви, понимания церкви, того, что есть церковь, задач церкви. Экклезиология, как и наука христианская, она соприкасается, конечно, с разными другими темами, очень интересными. И с моей главной, любимой моей темой истории христианства пересекается эта тема. Потому что экклезиологии есть история, развитие этого учения вообще. Есть разные взгляды, допустим, на то, что есть церковь. Что такое церковь, какова ее задача, вообще устройство. В христианстве очень много взглядов. И вот один из самых таких интересных для меня это Амиши и Минониты, как у нас туда помянутые. И вот есть традиционный взгляд, допустим, можно так вот условно обозначить, допустим, взгляды на то, что есть церковь. Если мы записывали там библиейский взгляд, да, на то, что есть церковь. А что есть церковь библиейский? Сполога и утверждения истины. Сполога и утверждения истины, да. Основывается на вере в Иисуса Христа, в Иисуса как настоящего Христа, Сына Бога Живого. Вот, значит, это собрание людей. Собрание святых людей. Как? Собрание святых людей, да. Отозвавшихся на призыв. Как? Отозвавшихся на призыв, да. И святых тоже, надо тоже, замечание такое тоже, чтобы, ну, людям было понятно. Вот, потому что святой обычно в русскоязычной традиции имеется в виду безгрешный. Ну, и во многих других традициях. Святой. Но в таком смысле святой, как безгрешный совершенно, это только лишь по отношению к Господу Богу применимо. А святой в Библии человек, это человек, отделенный для Бога, откликнувшийся вот на приглашение Бога, да, ставший частью Божьего плана, да, Божьей воли, это святой. Поэтому народ святой, люди, взятые в удел, это люди не безгрешны, не означает, что мы безгрешны. Это не означает, что мы не грешим, да, это так, это так. То есть, сознательно человек не грешит, он, потому что и грех, я говорил, один из признаков, да, возрождения духовного, перерождения такого, что грех человеку, возрожденному, он не даст никогда удовлетворения, не даст никогда радости. И если для неверующего греха это бочка меда с ложкой дегтя, то для верующего это наоборот, это бочка дегтя с ложкой меда. Вот, значит, совсем другой взгляд, совершенно вообще, абсолютно. И Израиль в своей истории прообразовал церковь, и тоже Израиль всегда знал, что мы народ святой, взятый в удел, Богом всемогущим для особой миссии, для особого служения. Древние учителя Израиля, цадики, говорили о миссии Израиля, это явить свет Бога, Божий свет всему миру. То есть, народ миссионер, народ священник, который должен был бы принести свет Божий всему человеческому роду. Но, к сожалению, знаете, так получилось, когда пришел истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир, сам Машиах, Ишуа, сам Христос Иисус, то это проверило. И казалось, свет, который в нас, он был просто-напросто тьмой. На самом деле, большей частью Израиль с поставленной задачей не справился, к сожалению. Вынуждены констатировать факт того, Иисус это очень четко своей личностью показал. Не то, чтобы все, но так или иначе, большая часть религиозных, набожных людей, именно вождей, особенно религиозных народов и религиозно-политических вождей, оказались реально тьмой. Поэтому и Ишуа как раз Иисус говорил, что «Отец ваш дьявол, и вы исполняете похоть отца вашего». То есть, хотя они называли себя народом святым по-прежнему, и религиозные лидеры особенно, конечно, называли себя святыми праведными, народом Божьим, исполняя, давая десятину смятой из зелени всякой, из петрушки и укропчика, как говорится, но самое важнейшее – забывая. И в отличие от религиозных таких вождей, тем более простые люди, как правило, простые евреи, бедные евреи, простые работяги евреи, они очень хорошо откликались на призыв Бога. Даже и бывало, что откровенные грешники, вульгарные грешники, мытые пьяницы, которых презирали в Израиле, как правило, порядочные люди их обходили стороной, но они откликались на призыв Бога. Удивительная история, но удивительно еще и то, еще более удивительно, что она повторяется, церковь в истории христианства. Но это дальше чуть-чуть. Так вот, и разные взгляды на то, что есть в церкви. Библейский взгляд на экклезиологию, христовая экклезиология, она очень вообще проста. Она даже до гениальности проста. Он сказал, помните это место писания тоже, да, где двое или трое во имя мое, там, особенно там и я посреди них. Вот. И никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое Иисус Христос. Это тело Христа, это храм Христа, это сооружение такое, храм Святой Господи. Слава Богу. И вот, но, если брать вот историю развития экклезиологии, понимание того, что есть в церкви, да, то первые столетия, да, первых там, допустим, ну, первый век, то сто процентов. Первый век это однозначно. Вот. Второй, третий век, первых триста лет. Первых триста лет истории, помните, да, что это время было такое? Первых триста лет церковь развивалась. Гонения были. Как? Гонения были, да, гонения. Римский период, раннее христианство еще называется. Вот. Чаще всего гнали наших тогда братьев, сестер старших. Церковь не вписывалась никак в, казалось бы, в такой пёстрый калейдоскоп религиозной римской империи, потому что там религий было масса вообще. Но были религии римские такие, их называли католические религии, то есть католикос, католикос, афоликос, это значит вселенские, всеобщие, универсальные. Допустим, культ Зевса, да, значит, культ Митры, значит, ну, Зевса Юпитера, да, значит, у них он назывался Юпитером. Вот, значит, другие культы некоторые, культ императора, конечно, гений императора, как божества Божьего Сына и Бога, собственно, даже. Вот, при Домица они даже Богом назвали уже, не просто там он потом в пантеон войдет, а уже при жизни Богом и требовал божеской почести. Вот эти культы, они были католические, и все, кто их исполнял, назывались католиками, значит, они частью Вселенской Церкви, Вселенского Экклезии такой, ну, только вот не экклезии, но религии, Вселенской Религии. Вот, по отношению к христианству, конечно, термин кафолический, католический, да, значит, никак не был применим, потому что, да, были религии католические, были, они были на государственном обеспечении, бюджетные, храмы строились, там священникам выплачивались государственные зарплаты, они пользовались льготами, да, ихние старшие служители налогов не платили, то есть, как бы это, ну, привилегированный класс такой, значит, это религии в религиозном сфере. Были религии терпимые в Римской империи, таких было очень много. То есть, пожалуйста, любой обыватель, ну, даже был пантеон, храм всех богов в Риме, да, там можно было прийти, помолиться любому богу вообще на любой вкус и цвет. Вот, значит, пожалуйста, но были религии гонимые. Запрещенные. Был список запрещенных религий. Вот, разные религии. Там откровенно сатанизм, с человеческими отношениями был запрещен по страху смертной казни. Вот еще там оккультные политические кружки, которые, как бы, представляли опасность обществу. А атеизм в такой вульгарной форме отрицания богов было тоже в списке запрещенных. Это называлось тоже религией атеизм, но такой отрицательный, как бы совершенно отрицающий все святое, отрицающий богов. Вот, то есть в душе ты мог отрицать бога, конечно, и богов, значит, но ты обязан был исполнять пульт определенный. А отказываясь, ты попадал в разряд атеиста. Вот. И христианство тоже называлось атеистической сектой. В первых 300 лет одно из обвинений, кстати, христианам, так малоизвестная вещь такая. В учебниках это, как правило, не пишут, в таких, ну, популярных, потому что это, как бы, так немного ломает представление наше о том времени. Но на самом, сложившиеся уже представления, на самом деле, большинство наших братьев в то время, вот, погибли как атеисты. То есть их обвиняли в атеизме. Вот, значит, а почему? Потому что с точки зрения римского права в христианстве не было ничего из того, что они назвали бы римские судьи религары, словом, религии. То есть культа жрецов, значит, храмы или метарные, какие-то святые места, паломничества. То есть изображение богов, на судах требовали показать изображение, а те говорили, нет у нас изображения, как, ну, что за ересь, что вы говорите? Вот, а еще плюс, еще, когда говорили, что один бог вообще, хох, это, ну, как бы, евреям это с рук сходило, но у них были хотя бы элементы религары, это вот храм, священники, там, жертвы. И хотя римляне обычно так во многом как бы презирали религии евреев, из-за того, что она была, по их мнению, очень такая первобытная, как бы, очень такая, ну, как бы, неразвитая религия, знаете ли, не было даже изображения бога вообще, как бы, и очень много философии, казалось, еврейской, значит, затуманенной, то христианам с рук это не сходило, у христиан не было ничего из того, что они назвали бы религией вообще. И поэтому считали атеистической сектой, и мудрецы тогдашние римские, они, и судьи обвиняли христиан в том, что христиане просто своей религиозной философии, темагогии, они просто прикрывают свой атеист. И плюс еще, они отрицали богов, некоторые христиане там, даже там был такой афиногор, значит, этот, апологер, он вообще там ругал этих богов там, почем зря, ну, такой был, очень такой харизматичный, такой резкий был. Ну, были вот такие, как бы, апологеры такие спокойные, а были такие, очень такие, как вот афиногорские, довольно резкие люди. Может, это было даже чрезвычайно. Ну, короче, христиан преследовали в то время, и христианство, будучи гонимым, сохраняло в то время библейское мировоззрение, понимание того, что есть церковь. В те времена церковью называло сообщество людей, верующих, божья семья, божий храм, божья церковь, состоящие из живых людей. Конечно, потому что даже чисто физически они не могли никак привязать это к храму, к какому-то служению и прочее, прочее. Вот, хотя, хотя, из-за проблемы антисемитизма, который уже во втором веке и третьем веке уже, так, ну, будем так, проклёвывался, проклёвывался, возникла такая идея, особенно у епископов, пресвитеров больших городов, что церковь – это иерархия. Что церковь – это во многом благодаря именно иерархии и держится на иерархии. Там, где епископ, там и церковь. Вот выражение там. Оно уже, то есть, понимаете ли, оно как бы и правда, и неправда. В чьих руках оно это извлечение окажется? В чьи головах оно, в чьи головы оно попадёт? Дело в том, что, с одной стороны, да, епископ должен уважать служителей, пресвитеров, да, церковных. Но, с другой стороны, что даже если двое-трое людей совершенно не при должностях, они вместе, это уже ячейка, это уже церковь, уже Христос, уже во всей своей полноте уже там присутствует. То есть, первых 300 лет христианство сохраняло библейское воззрение на то, что есть церковь. Но всё поменялось с четвёртого века. Вам говорили, наверное, на уроке по истории христианства о Константине, мама его Елена, да? Помните, да? Да, да. Значит, эти люди, ну, не знаю, что им говорили, всякое говорят, ну, в одних учебниках хвалят их, в других ругают, почему зря, как бы, ну. Ну, я, честно говоря, я стараюсь так вот держаться в среднем какого-то такого воззрения, потому что в жизни людей есть и хорошее, и плохое, и всякое. Да, и, но, если брать вот чего же больше было, то всё-таки Константин и Елена больше зла сделали для церкви, вот, чем какого-то добра. Добро тоже делали, но это как медвежья услуга, знаете, как вот слон посудной лавки. Значит, это всё добро, оно боком потом даже вышло для церкви, честно говоря. То, что они сделали, вот, это как Владимир князь, допустим, да, вот, тысячу 30 лет назад крестя, значит, киевлян. Ну, такая, медвежья услуга царства божьего. Знаете ли, значит, ну, как бы, из-под палки насильно мил не будешь, значит, по приказу царскому, значит, княжескому, значит, под силу, там, значит, страха оружия, там, значит, там, ну, загоняет в Днепр. Ну, как бы, ну, да, ну, массово, конечно, он, там, знаете ли, крестил, ну, да, значит, там, вроде, как бы, религию уже государственную, там, утвердил. Но, опять-таки, это же, ну, не наши методы, это не наши методы. Это, по сути, это, говорю, как медвежья услуга царству божьему. На самом деле это как бы удар по сути по царству Божьему. И русский писатель Николай Лесков по поводу Владимира того самого, он как раз очень четко написал, что Владимир, он говорит, как князь, он принял христианство, но не принял Христа, как спасителя. А дальше он написал, что Русь была крещена при нем, но не просвещена. И вот это вот крещена, но не просвещена, как раз очень серьезно. Но Владимир, то что он в принципе как, и виноват, и не виноват, он действовал в духе современной. В то время не он один так поступал. Князья, цари, все так делали фактически. И первым, кто положил начало вот этому беззаконию, то есть Чукашу расхлебывал Владимир здесь в Киеве тысяча тридцать лет назад, это был Константин как раз и Елена. Вот Константин, конечно, он не крестил насильно никого, нет, нет, он лишь положил начало этому процессу. Это его дети уже начали и преемники дальше продолжили. Но он вынуждал немытьем таккатанием, ну в основном экономическими рычагами. То есть не христианином, если ты оставался в Римской империи, да, то ты платил больше налогов, значит, ты не имел права там на нормальное образование, ты не мог занимать никаких должностей хороших в государственной системе. То есть как бы вынуждали всячески человека, значит, экономически, политически, да, вот, значит, принимать христианство. То есть при нем не убивали за отказ еще, это при его детях начали делать уже, вот, при нем не убивали за отказ принять христианство, но экономическими рычагами вынуждали население, значит, вот, принимать. Вот, и те епископы, священники, христианские служители, которые противились этой системе, он их, ну так вот, как сказать, ну, репрессировал, короче. И самое подлое, что он сделал, конечно, он это делал через, вот, же братья, через других служителей. Он в основном действовал, Константин действовал, Елена действовали через, вот, ну, чем, мамоной. В основном мамоной. Он сделал, допустим, Константин сделал очень быстро многих служителей епископов, старших, а ведь старших епископов было очень много. Когда легализовали христианство в 313 году, там, до 325 года, когда вот легализация массовая, началась церквей, регистрация церквей массовая такая. Не всех, не всех, но считается, что там больше половины церквей именно вышло на регистрацию официальную. Потому что он сразу изгонимой религии в разряд католических религий переместил христианство. Бюджетные деньги, компенсация пострадавшим от репрессий, кто жив остался после репрессий депутатяновых. Значит, и строительство домов, молитвенных церквей за счет государственной. Значит, то есть, он земли раздавал, короче, притом на раз-два. То есть, и это все очень сильно провоцировало христианской церкви к регистрации. Но люди не знали, что это будет заподнять. Потому что те, кто вышел на регистрацию, их потом поднял и под себя государственной структурой. Ссылы бесплатные, лишь маршаловные. Значит, это аксиома. Дамы и господа, конечно, это было время очень страшное, но это тема уже истории христианства. Но по поводу экклезиологии полностью вообще все переменилось. Если до Константиного эпохи церковь называли собранием людей, верующих, то при Константине уже, и особенно после него, после первого католического Вселенского собора, все переменилось. Церковь – это иерархия, это структура. И если до Константиного эпохи приоритетом всегда была в христианстве индивидуальная личная молитва, то здесь приоритетом стала церковная, общественная молитва. Акцент был на этом, даже не акцент, доминантом, доминирующим стало именно... Именно, будьте здоровы, такая общая церковная молитва. Это очень опасно, очень опасно. Когда, значит, в собрании верующих, да, приоритетом считается именно общая молитва, общее служение, церковное служение на людях. Это очень опасно, и об этом многие учителя говорили, еврейские еще в древности. Шамай, старший тот же самый, говорил, что это самая большая опасность для евреев. Вот как раз именно... Ну, Иисус это продолжил, он еще более резче сказал. Иисус сказал так, что обличал тех, кто любит на людях молиться, стоять на углах и в синагогах первые места заниматься. Вот, в принципе, Иисус продолжил эту же тему, вот, и очень жестко обличал современников в показной молитве. Любая молитва, которая совершается, ну, с другими людьми, не индивидуально, да, значит, она действительно является очень опасной. Значит, то есть она хороша, но, ну, будем так говорить, в легких дозировках она хороша, но когда дозировка увеличивается, приводит к смерти. Вот такая вещь с общественной молитвой. И Шамай, старший, кстати, вот, извиняюсь. Как, вот, понятно, ну, как они молились на льготу? А, ну, допустим, вот, вот, это опасность, кстати, и несовременном христианстве наушнике. Ага, ну, поняли, да. Допустим, вот, когда... Не с сердцем. Не, 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 не то, что не с сердцем. Попознаем. Не, 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 даже не. Публичное. Публичное. Вот мы вдвоем в строю собрались, допустим, молимся. Или в церкви молимся, допустим, да, значит, там, с кем-то еще молимся. Шамай говорил интересную тоже вещь, кстати, Иисус же тоже, опять-таки, повторял те же самые слова. Вот, вводи в комнату твою, да, значит, но там имелось в виду комната какая. В те времена комнаты никто не имел своей. Значит, понимаете ли, это такое, там ноль целых, там ноль, там, там, может, какой-то процент, процента имел свои отдельные комнаты в те времена. Только лишь какие-то очень богатые люди. Ничтожный процент. Все остальные люди жили одной комнатой. Вся большая семья, порой не одна даже. То есть, ютились. Время было такое, очень, скажем так, да, значит, тяжелое. По сравнению, вот даже сейчас, допустим, сейчас люди многие имеют в своей комнате, допустим, да, значит, вот. Тогда нет такого. А выражение войти в комнату свою, затворить дверь твою в то время означало, что? Талит, талис, накрывается. Вот, ну, можно вот, 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 я не взял с собой талис, хотя обычно я беру, мне очень нравится молиться, накрываться талисом. Вот, допустим, молитвы на покрывалах, вот, наподобие такого, да, только оно там чаще всего беленькое или же там такое серенькое. И, значит, и с такими полосочками, собрати внимание, там, значит, и цицит, ну, наподобие, все-таки, только переплетенное. И там, допустим, когда покрывается, то вот он закрылся, вот он вошел в дом, в комнату свою, закрыл дверь свою. И молится отсутствием, у которого в тайне отец, то увидящий тайны. Но даже не это. Самое основное, вот о чем Христос, как раз и говорит, это молитва как раз именно вот между тобой и Богом. Вот, и я это когда у себя, допустим, в церкви о молитве учу, сравниваю это с айсбергами. Вот, например, айсберг, огромный, да, айсберг, гора такая. Вот здесь вода, вот здесь все темной водой. Это вся масса, вот, например, 90%, да, она вся под водой. И лишь там 10%, допустим, она вот над водой. Огромный айсберг плывет. Вот, вот, эту гору, видишь, дыхание, знаете, вот так останавливается от восторга. Значит, блистающая гора. Вот, но еще больше дух захватывает, когда понимаешь, что это же лишь верхушка. В общем-то, весь, вся эта глыба, она там. И вот, вот, я тоже так обычно, ну, учу, когда молитвы, то говорю, вот. Основная наша молитва, вот, часть, чтобы не было, ну, никакого перекоса, ереси, там, проблемы, значит, вот она между нами и Богом. Между нами и Богом. Здесь не все надо даже рассказывать. Хотя проповедники в такой ситуации оказываются, что вынуждены рассказывать вещи, которые отсюда взяты. Но это автоматически, как бы, решают, вот, многих нас благословений, проповедников. Поэтому приходится еще больше углубляться. Потому что, ну, нельзя все рассказывать. Это только между тобой и Богом. Многие вещи происходят. Вот они здесь вот. Как сейчас выражение есть такое популярное. Тайные комнаты, допустим, да? Это выражение. Вот. И на людях. Это служение, это церковное собрание, там, домашнее, там, собрание, там. Даже когда ты молишься женой своей, с детьми, это все равно на людях молитва. Вот. Все равно, даже если ты очень искренен и ты открываешь свое сердце в любом собрании, хоть тысячном, хоть на один один с кем-то еще молишься, все равно это вот входит вот сюда, вот, в эту 10%. Именно один на один с Богом, это вот то, что вот, отношусь сюда, в 90%. Это очень важно. При Константине все поменялось. Да. То есть, там, если тут 100% покрывало, то есть, Иисус говорит, что на койте покрывало? Потому что там же есть место, где покрывало, где мужчине нельзя направлять голову, то есть, а вот это... А, ну, покрывало, это уже не Иисус, это уже апостол Павел. И в его сочинениях часто там что-то такое неудобно, разумительно, встречаешься. То есть, нет, просто то, что он пишет, во-первых, он пишет не евреям, вот, которые не знали фактически еврейской культуры, жили в не еврейской традиции. Вот, значит, и у них действительно мужчины, покрывающие голову, допустим, они постыжают свою голову. Но любой еврей, в том числе и Павел, значит, помолиться с непокрытой головой, ну, как бы, ну, не, можно, но это, как бы, уже крайний случай, уже совсем. Там нет ничего, ну, хотя бы, да, даже так вот. Кипо. Даже нет, не понимая, просто руку положи, значит, уже молишься, ну, даже такая традиция. То есть, как это чисто традиция, керпо, 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 пафа. Да, да. Но смысл такой, именно один на один с Богом. Один на один с Богом. Как? Чё юване? Можно. Или продолжим. А у нас сегодня мало времени, по себе. Да, да, да. А я еще столько, я все время любу столько примеров, ковек. Хорошо, значит, вот после Константина все стало меняться, приоритетно стала именно общественная молитва, храмовая молитва, церковная молитва, и церемониально она была расписана даже, ну не сразу, конечно, так, постепенно она расписывалась, дописывалась, переросло все это в литургии, многочасовые, многочасовые литургии. То есть человек, приходя, допустим, на служение, ну в те времена, в византийские времена, ну это три часа это было минимум вообще-то, там это не как сейчас. Что такое слово литургия? То есть это что, пение, чтение? А это все сразу, все вместе. Расписанное по порядку, да? Богослужение, но вообще-то по семинарским учебникам православным, литургия это это, общественное богослужение, за которым совершается таинство Евхаристии, то есть благодарение, то есть хлебопроломление, причастие. Вот, а у католиков, у них проще, у них на литургии называется любое вообще служение, как правило, даже если понимание литургии слова, допустим, проповедь тоже входит в литургии слова, называется. Ну вообще литургии обычно, обычно вообще, если брать не чисто православные учебники, а вообще учебники, то в них называется общественным богослужением, общественным богослужением. Допустим, есть еврейская литургия, не мессианская, традиционная ортодоксальная литургия. Вот, я когда попал впервые на такую литургию еврейскую, я присматривался, присматривался, прислушивался, мне так интересно было. И самое интересное, я, ну, процентов 30-40 узнавал, хотя бы первый раз в синагоге на литургии именно. Почему? Потому что это же наши православные литургии элементы. Потому что учебники по литургическому богословию или по литургике православные учебники издания Московского полиархата в самом начале говорят следующее, что в основе православной литургии лежат, первое, это храмовое служение Иерусалимского храма, а второе, это синагогальное служение еврейского народа, синагогальное служение, синагоги. Вот, и все это совместилось. Кстати, есть уникальный опыт, правда он забыт. Значит, в начале 20-го века, вот между мировыми войнами, где-то так вот в этом промежутке, в Словакии довольно большая община еврейская приняла христианство, именно православие. Хотя там предлагался католический вариант, но они, ну католический для нас лишним. Вот православный их удовлетворял обряд, потому что служители этой общины большой, словацкой, они начали рассудить так, что именно из всех существующих христианских служений, именно православное восточное служение наибольше соответствует блендаритету, как бы и культуре еврейской традиции, еврейского народа. Вот, и поэтому они попросили епископа православного, в Словакии их благословить, стать православной общиной. Эта община была разорена при немецких фашистах Вадима Второй мировой. Очень мало кто уцелел, все уцелели сейчас либо в Израиле, либо там рассеяны, вот по миру. Но синагога осталась, синагога-храм, православный храм, построенный в форме синагоги, и при немцах он не был уничтожен. Ну сейчас там музей, очень интересно. Мне прислали фотографии, я там ни разу не был, но хочу побывать, мне интересно. Вот в том месте. Вот, значит, и уникальный опыт. Ладно, ну это, я вообще мечтаю своей синагоги. Православный такой, реформаторский. Значит, и по поводу экклезиологии, все стало шиворот на выворот. Значит, именно с Константина Великого, начиная, да, экклезиологии считали учение об иерархии, о структуре, о человек, просто прихожанин, как бы, да, член церкви, да, обычный христианин, он превращался в такой винтик, в таком механизме, вот, где такими большими шестернями были уже вот иерархии. То есть все строилось на иерархии. Константин, он за мамону все это, я говорю, по сути. Таким образом, он старших епископов свыше ста союзов церквей легализовалось при Константине. Свыше ста союзов церквей, или же, как сейчас называют, юрисдикцией православия, юрисдикцией. Притом с разной порой теологией, с разной идеологией, с разным пониманием, с разной историей. Вот, значит, и вот эти свыше ста союзов, что прошли регистрацию официальную, были союзы, которые не пошли на регистрацию, примерно, считается примерно столько же. Некоторые говорят, больше их было, некоторые говорят, меньше их было, но примерно так же. Которые не пошли на регистрацию по разным причинам. Тем более, видя, что император слишком уж ласков, и слишком уж он все так быстро раздает. А он сделал старших епископов этих союзов, сделал богатыми землевладельцами. Он давал, дарил особняки, которые забирал прежде там, ну, репрессированные, знаете, ну, там много было всяких, хотя, ну, оппозиционеров, которых пришлось там убивать, уничтожить. Вот, а их недвижимость объекта, дворцы эти простаивали, он эти дворцы с легкой руки раздавал этим епископам. И представьте, вчера ты, епископ, был подпольного братства, вот-вот могли прийти в любой момент за... арестовать тебя, кальвам бросить там или на костер вообще там. А сегодня ты в большом дворце, да, богатство нечестивых, руки праведных, лафа для харизмата вообще. Вот, значит, у него столько земли немерено вообще, виноградней, которых он не насаждал. На него работают там десятки, минимум десятки, значит, рабочих. Хо, вообще, лафа. Ну, у него колесница, император подарил нам колесницу, значит, там, начнут, как по-нашему, как дорогие иномарки, допустим, такие, да. Вообще. И то, что они смогли сделать с кастро-инквизицией, да, ихней, римской, сделала мамона. Да. Сделала мамона. И вот потом, ну, не все, конечно, заклапывали наживку. Как, вы знаете, вот рыбку ловишь тоже. Некоторые рыбки такие бывают, да, кто любит рыбачить, так что вроде как бы заглотнуло, значит, а сорвалось. Есть такие, да, но есть такие, которые, ну, рыба дура, есть такая, что просто хватает так, что прямо что-то, прямо вырываешь, она, у нее здесь уже, это, и крючок, понимаете, она так заглотнула, что все, это часть ее самой уже. Рвешь там уже с кишками уже оттуда этот. Вот, вот, и порой христиане тоже, порой такие, что, бывает, кидаются на приманку дьявола и так, что это часть его становится, все это, это не дай Боже. Вот, это уже, как бы, пиши пропало. Вот, значит, но, конечно, по милости Господней любой человек может быть вытащен из любого, там, болота, там, какого-то попал. Вот, и, знаете, но те служители, что не поддавались на манипуляции Константина, он от них избавлялся. До собора, Первого Вселенского собора, до 325 года, он избавлялся, ну, так, ласково, знаете, так вот, просто не приглашал, просто, как бы, игнорировал, просто, значит, там, допустим, ну, как бы, так, внимания не уделял, но после 325 года уже тон его изменился, тон его писем был уже принудительный, он уже принуждал, он заявлял епископом, сохранились письма до наших дней. Значит, до того, до собора Первого Вселенского он ласково писал письма, он такие, ну, как бы, советовался, пишет, писал и спрашивал совета, ну, там, это чисто формально, ну, чтобы выказать уважение, у них своих советников полно там было. Значит, и, а после Первого Вселенского собора тон его писем резко изменился. Ко многим епископам, особенно низговорчим, он писал примерно следующее, что незаменимых людей у нас нет в империи, вот еще, что сделай так и так, того-то поставь епископом в такой-то город, того-то назначь там при Питере в такой-то город, а того с ними он, значит, то есть он сам, как император, не просто влезал в дела церковные, а он командовал. И когда там Афанасий этот Александрийский, который был на Первом Вселенском соборе, был дьяконом еще, и он зачитывал исповедание веры, ну, такой, как бы, очень популярный, резко из дьякона поднялся так вот, ну, очень резко, ну, опровергая Ария и прочих там их же с ней африканцев. Значит, и его тут же раз там епископом, митрополитом, то есть, ну, как бы, старшим там епископом, чуть не всей Африки вообще, вот это да. Но Афанасий не прогнулся под изменчивый мир, вот, и все, и его под белые ручки арестовали, ну, конечно, по сфабрикованному делу совершенно, ложным обвинением, там было и все ясно, но братья, которые могли бы заступиться, молчали, и Афанасий в ссылку, потом, конечно, разобрались, его вернули, он опять не подавался, его опять в ссылку, и его, вторая часть его служения была больше по ссылкам, по каторгам. Вот, конечно, убить он его не мог, Константин, мог бы, но, как других некоторых он убивал, ну, как бы, опять-таки, это не, нет прямых подтверждений этому, но, как бы, есть косвенное свидетельство, что на его совести были некоторые служители, но, такие, как Афанасий, они были слишком на виду, просто, слишком на виду и на слуху. Тронен Афанасий в открытую, вот так вот именно, ну, да, по сфабрикованному делу убить его, допустим, да, к примеру, то, значит, ну, не знаю, там, вся Африка загудела бы, вся провинция, вот, как бы, значит, его хорошо знали. Вот, и экклезиология менялась совершенно, экклезиология была иерархична, и так продолжалась, ну, она формировалась Константина и до Истиньяна. Вы в истории Истиньяна вспоминали уже, нет? Истиньян, император, в шестом веке уже который был. Не дошли еще. Да, значит, вы дойдете, ахнете, там тиран, просто тиран, который самодур, который, хотя и до него, конечно, говорили подобные вещи, но при нем это стало каноном уже, при нем стало это уже, ну, законом. И до него императора некоторые говорили, то, что мне угодно, и это есть канон церкви. До него это говорили еще, но при нем это стало каноном уже, все. Он глава церкви, глава церкви. И он считался властителем всех и всех правоверных, как бы, христиан, значит, и главой церкви. Кстати, эта идея, она перекочевала при Петре I в Российскую империю, тогда зародившуюся. И в своде законов Российской империи было прописано именно вот это как раз утверждение. Там написано было глава церкви, и дальше шел курсив свода законов, его императорское величество. И так было до 17-го года. Только при, вот, в 17-м году временное правительство во главе с Керенским, они отменили вот это просто безумное вообще учреждение, утверждение. И заявили, церковь это церковь, государство это государство. И никакого у нас нет главенства одного над другим. И Керенский Александр, он в этом плане был, у нас в советской истории его дураком представляли, но, в общем, это был очень грамотный человек, значит, полиглот, значит, и интеллигент. И он очень много такого именно здравого тогда внес в историю России, но потом его таким дураком представляли. Но он очень четко заявил, что государство и государство, церковь это и есть церковь, что нельзя одному в другое вмешиваться. И он объявил, Керенский объявил тогда в Петрограде тоже свободу от принуждения в религии, полной свободы совести. То есть человек без всякого уголовного преследования имел возможность выйти из православия, стать в любую, там, по конфессии своей религии. Потому что до 17-го года репрессии продолжались царского правительства по отношению ко всем инакомыслящим. Вот, и человек любой в православие попасть мог легко, очень легко, просто родиться в православной семье, его покрестили младенчиком, он уже православный, все, исповедание. Вот, а выйти он не мог. Уголовным было это следование. До Елизаветы Петровны, императрицы, дочери Петра Великого, была смертная казнь в этой статье, однозначно, без права на помилование. Значит, при Елизавете Петровне заменили на 25 лет каторжных работ по этой статье, но в случае, если человек, осужденный на каторгу, он продолжает совращать в свое исповедание православных, его смертная казнь, без помилования, опять-таки, уже, без права на помилование. Вот, потом заменили на 7 лет каторжных работ в 19 веке, потом на 6 с половиной, по-моему, ну, сокращали. Но до самого 17-го года продолжались уголовные преследования, и при Керенском десятки тысяч евангельских христиан, многие из которых де-факто, ну, де-юры были православными, но фактически они держались другого исповедания, за это сидели в Сибири, в острогах разных, там, дальше, там, в тюрьмах и прочее, на работах, ну, де-юры были освобождены. Да. Как это должно было произойти? Священник должен был написать заявление о том человеке или как он никого, в милицию, завалов, в полицию? Священники были, по сути, полицейскими в рясах. Даже в Царской, даже в Царской России. В Царской России священники были полицейскими в рясах. Вот нам, почему еще говорил, это вот, у нас был особист в семинаре, который, в общем-то, вынуждал... Это было средство. Да, ну, что, как бы, он так и говорил, что мы ничего не придумываем. То же самое было с поколом веков, значит, то же самое. Любой священник, сейчас это уже обнародованный факт, сто лет назад было обнародовано, а до 17-го года это была закрытая информация для пользования, только лишь для внутреннего пользования. Скрытая от населения информация, но каждый священник подписывал документы. При рукоположении в священнике, начиная с Петра I до 1917 года, подписывались документы, где он обязался, обязывался, любой священник, доносить до своих прихожан. Что касалось крамола, ереси, безопасности государства, безопасности царской семьи, там, значит, там, прочее, он обязан был. В случае, если узнавалось потом, где-то там на суде, что священник знал и не донес, он подвергался уголовному преследованию также. Вот, значит, то есть священники все были обязаны. Просто те, кто этим занимался уже, как бы так вот, доброохотно, то они и делали карьеру в православии тогда царского. Вот, те, кто занимались недоброохотно, их обычно, вот, как и в советское время, вот такая же система работала. В принципе, коммунисты, они нового ничего не придумали, фактически. Они взяли старую царскую модель, просто ее довели до безумия, до абсурда. Вот, царская модель, она хотя бы не отрицала у Господа Бога, и она, вот, заявляла о Боге как Творце, там, вот, значит, и какие-то элементы религиозные, там, все. То здесь откровенно богоборческая власть, противобожная, вот, но используют те же самые вот причины, ту же самую методику. Вот, и ГУЛАГ, знаменитый ГУЛАГ советский, да, констлагеря, вот, вчерашний как раз день, кстати, вчера, день 5 сентября, я говорил, что два года назад меня осудили, но самое интересное, осудили меня, значит, как, вот, проповедника, да, значит, за слово Божье, слава Богу, спасибо Господи, вот, для меня это честь. Но, знаете, интересное совпадение, 5 сентября, вообще-то, это, значит, красный террор, когда большевики объявили красный террор, декрет Ленина о констлагерях, значит, и с знакомых, когда, значит, было принято решение уничтожать целые слои населения, то есть вся вина людей была лишь в том, что они родились не в том слое населения, они не совершили никакие преступления противоправных, там, все были, вот, просто, допустим, были, принадлежали к буржуазии, к дворянству, офицерскому классу, там, значит, там, составу, хотя с офицерами было щадяще, некоторые правильные службы в Красной Армии, и некоторых дворян щадили, некоторых выборочно, вот, но 99% до 9 десятых просто-напросто шло тотальное истребление, вот, допустим, Тула, Москва, в Москве были и в Петрограде, первый констлагерях, куда, люди не говорили, что это констлагерь, не говорили, там, что это их туда везут на смерть, но создавались условия, что они там очень быстро умирали, фабрика смерти, вот, массовые расстрелы, вот, я был в Бутово, секретный полигон НКВД когда-то, теперь он рассекречен, не так давно, кстати, там сейчас мемориал поставили, там выставка, там, значит, храм поставили, значит, памятный крест, там, все, там, как бы, паломников много приезжает, вот, это один из полигонов Московской области, который работал, ну, будем так говорить, 20-40 суток в середине недели, фабрика смерти, туда свозили со всей Москвы, допустим, инвалидов, колясочников, там, ДЦП, там, все там кто, короче, безнадежные, больные, сотрудники НКВД, одеты в белый халат, имеющие некоторое медицинское образование, на самом деле, барак один был сделан в виде медпункта какого-то, до последнего инвалиды не знали, что их будут убивать, их разливали, как бы, вроде как, рассматривали, составляли документы, потом вовдили в комнату, дальше выстрел и тело бросали в ров, значит, но, судя по останкам, черепам, значит, и костям, которые сейчас находят там, значит, в этих рвах, вот, что большинство даже этих инвалидов, значит, даже пули на них, ну, пожалели, их просто били сзади тупым предметом по голове, значит, деформировался череп, деформировались кости, и человек падал просто в ров, и потом засыпали строительным мусором все это впоследствии, вот, значит, и, то есть, многие умирали в последние их минуты жизни, были в рву еще покалечены, вот, значит, и это была чистка 38-39 годов, к началу 40-го года в Москве не осталось ни одного инвалида, фактически, вообще, полностью, здоровая Москва, здоровые люди, здоровая молодежь, нет ни одного инвалида, значит, оставляли лишь только лишь единицы инвалидов тех, кто представлял ценность для советского государства, ученые некоторые, или же члены семей, ну, таких вот, ну, богатых, как бы, коммунистов, известных тогда, вот, им делалось исключение, НКВД провела чистку, вот, там же убивали священников, дворян, их вывозили, ну, им вообще нет, это и всяких комментариев, просто вывозили, расстреливали, там, закапывали, вот, самое интересное, там неподалеку дачи лидеров ЧК, НКВД было, то есть, люди там жили неподалеку, каждый день слышали выстрелы эти, это нужно помнить психику, знаете, вот, понимаешь, что там, это же не просто, официальный был стрелковый полигон, официально, но там, они же знали, уж, лидеры-то знали, их жены, дети там играли, там, жили, там, представляли, ну, это, ну, это нужно иметь какую-то извращенную психику, чтобы, ну, в этом все находиться. Да, и фабрика смерти работала, и ящик Пандоры этот открыл, именно Ульянов Ленин, вот, человек, который, его человеком очень трудно назвать, вообще-то, ну, в таком человеческом смысле этого слова, человек, который потерял всякое человеческое вообще и нравственное начало, вот, деградировал полностью, фактически, еще в ссылках, значит, о нем очень страшное свидетельство, просто-напросто, человек, который, ну, реально сатанист, просто продал душу дьявола, вот, об этом есть тоже свидетельство интересное, даже, кстати, воспоминание Керенского, еще, будучи, обучаясь, они уж учились в одном учебном заведении, в Керенске, в свое время еще. Не семинария, случайно? Не-не-не, это не была не семинария, это университет, просто Керенский еще постарше его, и, значит, учился на курс старше, но Керенский был в ужасе от Ульянова, потому что по университету, у нас обычно его представляли как такого заговорщика, забастовку там и прочее, но его отречение, публичное отречение в классах от Христа, публичное богохульство, которое под аплодисменты единомышленников проходили, Керенский говорит, что, ну, даже если он отрицал Бога, вообще как такового, то делать такие публичные заявления, значит, там, значит, предклассами, значит, это было, ну, больше, ну, как бы, это уже было, ну, занавто уже, слишком ужин. Вот. И вот такая история. И, да, вот, 5 сентября красный террор начался тогда, значит, и пошло вот это вот безумие. Да, и касательно церкви, если вернуться в тему, опять-таки, экклезиологии нашей, учения церкви, знаете, христианская церковь в своей истории, конечно, вот я упомянул такое традиционно-католическое воззрение на как на иерархию, да, на церковь. Православие, оно вышло из католицизма. В XI веке разделение произошло, ну, там, как бы, спорно тот, кого отошел, но исторически, то мы отошли от католиков, в общем-то, если так положу руку на сердце, потому что, как бы, оказались кончевиками, как бы, значит, и в бунте против папы, и, как бы, его правления, значит, папа-социализма, по сути. Да еще и потому, что местные вот эти князья, там, значит, императоры, там, они, ну, не хотели подчиняться Западу. Вот, как бы, это было больше политическое даже разделение, чем, там, религиозное. И, как ни крути, но православная традиция восточная во многом сохранила вот эту ересь, значит, экклезиологическую. Вы с ней столкнетесь сто процентов, а может, уже даже столкнулись с этой ересью. Запишите эту ересь, которая, как бы, считается стержнем, главным стержнем вот этой ложной экклезиологии, лживой экклезиологии. Вот, экклезиология со знаком минус. Если мы в тех частях, вот я говорил о экклезиологии божественной, библейской, христовой, то здесь экклезиология антихриста. Вот так можно даже. Христос антихрист. Мы, кстати, даже в колледже Акова делаем такой, доску черсили, так раз, Христос антихрист. И там разные там учения, какие в христианстве есть. Одни и другие писали, как бы. Некоторые очень даже, ну, похожи были. Но, знаете, как вот, ну, другая сторона совсем. Вот. И экклезиология, христовой экклезиологии, это церковь из возрожденных, свыше людей, возрожденные люди. А здесь иерархия. Иерархия и лжевучение об апостольской правопреемственности. Есть такое учение. Об апостольской правопреемственности. С ним все сталкиваются. Ну, в Украине сейчас уже последние годы, особенно время войны, как бы уже попритихли. А раньше тоже можно было услышать примерно такое от священников очень часто, что кто вы такие протестанты, допустим, кто вас руку полагал. Вот мы там от апостолов идем, мол, туда-сюда, мол, наша преемственность идет историческая от самих апостолов Иисуса Христа. Нам уже два тысячелетия, а вы без, до недели. И вот я такое слышал много раз. Да я сам такое говорил раньше, как было время. До 96-го года, но особенно я, об этом поговорить было не с кем, так вот, но при случае я это вот говорил где-то там. Я уж не помню там даже, где-то. А, ха-ха, вспомнил один эпизод. Да, даже не верится, даже до сих пор стоит, хотя, сколько лет прошло, ну, это 90, 90, 94-95, 95 уже был, да. Еще был священником традиционной такой религиозной, мафиозной структуры коррумпированной. И, знаете, значит, и я помню, приехал в райцентр, значит, там, в одном из райцентр Брянской области, там была, значит, эта типография и, ну, очень хорошие такие цены, дешевые. И там, значит, думаю печатать, печатать газету нашу церковную. Я был тогда редактором, кстати, редактором первой церковной газеты православной, она так называлась церковь. Вот, и, как бы, я, значит, там, ну, там, еще там, старые, еще советские, да, эти шрифты, там, выливали, там, печатали такие станки, такие, ну, такая еще была вся аппаратура. Вот, значит, и я, значит, туда приезжал, значит, с идеями, там, с рукописями, там, на машинке набирали, там, потом, там, выливали эти литеры, там, прочее. И вот, и женщины подошли ко мне, эти сотрудницы, вот, этой экспографии, и жалуются мне, батюшка, это вот, ну, грех на нас, наверное, какой-то. А что, что случилось у вас? Да вот, говорит, заказчики здесь оказались, баптисты какие-то. Короче, мы вот, ну, плевались, ну, плевались, но вынуждены, они платят, начальник дал команду, и мы печатали баптисты какие-то эти вот вещи. Я, короче, вознегодовал, думаю, надо же православных этих женщин, добрых женщин этих, вот, обращают баптисты какие-то. А этот директор, старый коммунист, и туда же, думаю, продался за мамону, за деньги, короче, продался. Я, значит, кабинет, а я же кабинет директора не миную с этими своими, там, бумагами, но я даже не о газете уже ревновал. Я ревновал, чтобы и о его душе погибшей, думаю, значит, погибающей, и о тех женщин православных, заступиться надо же за них. Никому заступиться даже за них, думаю, вообще. Они чуть не плачут, вот, окаянные баптисты одолели. Значит, ну там, как потом вычислился, это были писатники, но, как бы, не легче. Ну, они просто там, все баптисты у них, там, как бы, все такие, они все баптисты. Значит, а для меня еще вообще, это потом уже, потом, спустя время, для меня было еще хуже, потому что я же по сектой леди не помнил, что баптисты – это тихие сумасшедшие, а писатники – это буйные которые. Это то, что я вспоминал тогда еще, так интересно. Вот, и я, представьте, тот мужчина, директор этого комбината, этого, там, кто там у них, предприятия этого, старый коммунист, все на руководящих должностях, уже, ну, такого, пенсионного, даже более, чем пенсионного возраста, то есть, в отцы гордится мне там все. Я, молодой человек, ну, я подрясник из крестом, и, короче, а еще я зашел, я думаю, ну, сейчас, ну, сорвусь на нем, вот, ну, вот. А здесь еще увидел, у него еще иконочка стоит, когда-то давал ему, когда-то дарну еще, он, он, все-таки, там, полочку приклатили, какую-то там, блин, там, раз, там, лампадочку нашел, там, себе, вот, это интересно. То есть, как бы, приобщился вроде религии, коммунисты, думаю, вот, но, а мне, а мне это еще больше разозлило, разозлило, думаю, вообще, думаю, вот, хоть не позорился бы, а вот, баптистам помогает, а позорит образы святые, вообще, думаю, я, я уж не помню, что я сказал, ну, короче, что-то зацепился, я начал, ну, проклинать его, по сути, я говорю такие слова, что, говорю, прокляты и вы, говорю, и ваш дом, ваши дети, внуки ваши прокляты, вот, значит, потому что вы за деньги продали Христа, говорю, христианство, продали баптистам, говорю, значит, а он побледнел весь, испуганный такой, весь такой, испуганный такой, и он таким тихим голосом, уже, так, ну, вот, батюшка, да, они просто, я им отказал вначале, они потом пришли, там, заплатили еще, ну, вот, говорю, эти деньги, говорю, в ад идут, значит, что-то такое, ну, короче, наговорил такие страшные вещи такие, а он вообще весь перепугался, говорит, я, все эти деньги я в храм продесу, значит, ничего, не возьмем, и потом, не знаю, у меня наглость откуда-то взялась, столько много, я, короче, я вынудил его бесплатно нам печатать все, в качестве епитемии, вот, ущерб, значит, духовный ущерб, который он нанес району, потому что, я говорю, вот, представьте, вот, ваши вот эти вот прокламации, которые вы печатали, они же по всему району будут ели сеять, теперь, вот сколько вы им напечатали тысячи экзотляров, он там, ну, что-то покопался, посмотрел, там, что-то, говорю, теперь в несколько раз больше печатайте опровержение, чтобы мы перекрыли по всем селам, по всем поселкам, говорю, значит, короче, я-то так наехал, он нам бесплатно газеты печатал, он нам бесплатно всякие плакаты печатал, значит, эти вот, значит, которые расклеивали, осторожно, протестанты, там, там, что-то еще, короче, все, что я знал, это по сектоведению, я все-то встал, ну, нарыл, там, значит, так интересно, но я тогда не знал протестантов вживую никого, но, вот, и в чем еще наехал, как раз, что, а он насчет, он заикнулся, типа, потому что, ну, у них же тоже, как бы, церковь, там, как бы, ну, официально церковь, там, евангельские, верующих, там, что-то еще, какая-то церковь будет, это секта, это, они называются церковью, но они, это, говорю, ну, как бы, самовольно забрали название наше, потому что церковь, это мы, православная, все остальные, это секта будет, это секта, вот, и, короче, значит, ему объяснил политику партии, как говорится, вот, значит, ну, вышел я оттуда с чувством исполненного долга, женщины очень были довольны, что за них заступился, что больше не придется печатать сектанскую литературу, так и православную печатать литературу, вот, и, как вспомню, да, а, там еще районная газета, они печатали еще районную газету свою, и я, там, к редактору еще зашел, потом, говорю, знаете, вот так вот так, в районе беда, баптисты активизировались, вот, значит, нужно нам дать ответ, короче, значит, он, говорит, хорошо, батюшка, ну, короче, он сделал отдельный бесплатный вкладыш в каждую газету, значит, в каждый номер поместили вкладыш с полным опровержением баптистской ереси, там, ну, я там, понабрал, там, из учебников разных по сектой литературе, там, выписал, выписал, дал ему материалы, он все потом набрали, отпечатали, сейчас прошло время, но самому стыдно, честно говоря, вот вспоминать, что происходило вообще в моем разуме, я верил, как? Да, там выступали. Ну, да, не, ну, я не влачил там за волосы никого, значит, и в суды не придавал, я, нет, да, до этого не доходило, и убиение я не отобрял, хотя, кто знает, вообще, честно говоря, может быть, случись, я бы там, ну, так и не надо, как бы, может быть, может быть, но не факт, не факт. Да, давайте. Ладно, потом, а то я все свидетельствую, сейчас продолжим.